Ни грима, ни костюмов, ни зрителей в зале. Сегодня актеры будут играть, как говорится, для себя. На часах 10 вечера, конец рабочего дня, самое время для жизни народного театра. Будничную репетиционную атмосферу разбавляет радостная новость. Два актера театра Твит стали лауреатами театрального конкурса в Коломне. Мы исполняли два отрывка. Олег Федоров читал отрывочек из спектакля, который называется «Остров любви и надежды». Это был монолог, то есть он один был на сцене. А я уже участвовал вместе с ним в диалоге, это отрывочки из спектакля «Рядовые». В номинации именно в старшей категории мы занялись в высшее место. Видновский кинотеатр «Искра», хоть и имеет в названии слово «театр», к постановкам мало приспособлен. Ни привычных гримерок, ни традиционного занавеса, ни удобных кулис. На постоянной базе труппы в Доме культуры реконструкция. Тем не менее, желание играть на сцене у этих людей такими мелочами не отбить. Так, все, зашли все за кулисы, начинаем. Возможно, название «Бабушкин сон» кому-то покажется знакомым, но все же здесь начисто отсутствует корреляция с повестью Федора Михайловича Достоевского. Драматург Леон Огулянский создал оригинальную пьесу и поднял темы, которые, по мнению режиссера, будут интересны зрителю всегда. Говоря об идее спектакля, впору вспомнить другого русского классика – Ивана Сергеевича Тургенева и его роман «Отцы и дети». Именно взаимоотношению поколений посвящена постановка. Но в отличие от Тургенева, драматург Огулянский сделал комедию, как и положено в русской театральной традиции, с элементами смеха сквозь слезы. Это вот не чистая комедия положений, потому что она с долей серьезности. Есть монологи, которые просто немножко заставляют грустнуть и проплакать, особенно пожилым людям, у которых есть взрослые дети, и которые вдруг становятся ненужными. Интересный факт. В Смоленском драматическом театре год назад пьеса вышла под названием «Видеть надо душой». Дело в том, что в репертуаре «Смоленской труппы» есть постановки «Сон в летнюю ночь» и «Дядюшкин сон». Главный режиссер справедливо решил, что снов на сцене достаточно, и предложил назвать постановку фразой из текста. Глаза мешают тебе видеть, дитя мое. Видеть надо душой, сердцем. Судя по всему, эти слова тоже отчасти характеризуют основной посыл пьесы. Именно в этом спектакле очень хотелось донести до зрителей, как необходимо, как нужно любить своих матерей. Одинокая стареющая старая призывает своих детей чудесным образом, которые разлетелись по всему свету, и они к ней приезжают не чтобы проведать, а чтобы получить наследство. Режиссер сосредоточенно и придирчиво смотрит на сцену. До премьеры остались считанные дни, а вот артисты за кулисами, напротив, спокойны и невозмутимы. Настрой, как и положено в комедии. Так, слова не забыли? Их и не помнили. Впереди еще одна репетиция, или, как говорят в театре, генеральный прогон. Здесь уже все будет по-настоящему. Костюмы, грим, декорации. И результат этого труда смогут увидеть все, кто придет на спектакль. Тем более, что вход традиционно бесплатный. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова